Я сейчас работаю над дневниками Ролана Антоновича Быкова. И на следующий день после смерти Владимира Высоцкого он сделал свои записи. И там среди трех страниц текста есть такие строчки, что после смерти Василия Макаровича Шукшина смерть Владимира Высоцкого – самые крупные потери в нашем искусстве. Он имел в виду и литературу, и кино. И я тоже так считаю, что в 80-е годы, 70-е, 80-е годы и до конца XX века в нашем искусстве это две самые крупные потери – Василия Макаровича Шукшина и Владимира Семеновича Высоцкого. Шукшин – это особое имя для нашей фамилии, для Санаевых. Так случилось, что в свое время позвонил Василий Шукшин моему отцу Всеволоду Санаеву и предложил сняться в фильме «Живет такой парень». Санаев прочел сценарий. Сценарий ему понравился, но он спросил у него, а кто режиссер? «Я режиссер», – ответил Шукшин. И Санаеву тогда показал, что это чересчур. Чересчур, и, как говорится, сам пью, сам гуляю, сам пстелюсь и сам легаю. Слишком много. И он отказался. Потом, когда посмотрел картину, встретил на студии Горького Василия Макаровича, и сказал, «Вась, я очень жалею, что отказался у тебя сниматься». И Шукшин сказал, «Сердор Васильевич, я думаю, что у нас работа еще впереди». И действительно, когда он задумал картину «Ваш сын и брат», он пригласил на роль старика Воеводина, пригласил Санаева. За эту картину они получили государственную премию братьев Васильевых, премию СССР. Но дело даже не в этом. А дело в том, что они нашли друг друга. Автор и режиссер Шукшин и актер Всеволод Санаев. Когда был готов уже сценарий о Разине, и Василий Макарович дважды бедный бороду растил, и должен был снимать картину, и ездил на туру отбирал. Но тогда холера началась в Астрахани в том числе. И кто-то даже из группы заболел. Пришлось заморозить картину. И откладывался этот замысел. Но Шукшин все время говорил, «Васильевич, там есть и есть в Разине роль. Обязательно встретимся на новой работе». Следующая картина после «Ваш сын и брат» была картина, где они встретились вместе. «Странные люди». Там довелось мне сняться вместе с отцом. Он играл роль председателя колхоза, а я играла его дочь. Картина состояла из трех новелл по рассказам Шукшина. И рассказ, который лег в основу вот этой киноновеллы, это был рассказ Шукшина «Думы». Думы – это думы каждого уже не молодого человека о прожитой жизни. Правильно ли прожил, что оставил после себя, будут ли люди добром вспоминать. И третья картина, в которой я, как актриса, снялась в эпизодике, и даже крупный план, который был и который мог бы сделать этот эпизод значимым, он, к сожалению, выпал из картины. Но там снимался в роли профессора, лингвиста, собирателя фольклора народного. Тоже снялся Всеволод Васильевич Санаев, мой отец. И так как мне довелось в небольшой роли, в роли дочери сняться в картине «Странные люди», то, конечно, Шукшин не мог не запомниться, я думаю, никому, кто бы не встретился с ним в работе. Потому что та отдача, с которой он выкладывался в своей работе, он сам был блестящий актер, она поражала. Вот эти небольшие его два глаза, как две дробины, они просто впивались в тебя. И вот такой вот был взгляд, ну, сделаешь, сделаешь, не подведешь. Надо было быть один в один с его замыслом. И писали тогда на нагру, это такой профессиональный магнитофон, звук писали на нагру, чтобы потом не озвучивать, чтобы была вот эта вот первозданность, что ли, звучание, так сказать, роли, звучание актера, вот эта синхронность с твоим персонажем. Это было ему чрезвычайно важно. Все актеры, которые у него снимались, они... Ты там никого другого в этой роли не представишь. И когда в печках-лавочках Санаев поначалу отказывался, Вася говорит, ну, какой из меня профессор? Он говорит, Всеволод Васильевич, ну, вы посмотрите на нашего, так сказать, президента Восхнила, посмотрите на других каких-то ученых. Не у всех, так сказать, лбы такие огромные, как, допустим, у Ломоносова или у других каких-то ученых. Мне вот, мне нужен такой, вот такой, как вы. И та внутренняя деликатность Санаева, его чувство юмора без комикования, а такая, которая притаивается, этот юмор где-то только в уголках глаз, они нужны были Шукшину. И, я думаю, вот последний кадр картины «Печки-лавочки», когда сидит герой Василий Макарович Шукшина, босой на земле, от которой пар идет от этой земли, и эта земля уходит как бы к горизонту. Вот эта тема человека на земле и то, что босой, в этом есть такое доверие к своей родной земле и такая подпитка, что ли, нашему герою от этой земли, они были, мне кажется, основополагающими в творчестве Шукшина, не только в кино, но и в литературе. Если мы вспомним героев его литературных произведений, то я думаю, что это, можно сказать, краеугольная тема его творчества. Человек на земле. И ему чрезвычайно важно было показать, упрекали даже иногда, что вот он противопоставляет город и деревню. Нет, он очень природный человек был. Он очень был кровно связан со своей алтайской землей, с русской землей. И ему очень больно было, то, что эти связи рвутся, потому что в деревне особенно это так важно всегда было. Брат, Шурин, Сват, Крёстная. Вот эти связи, они чрезвычайно были важны. Связи с соседями, потому что ты на улице живёшь, ты с соседями живёшь, с кем-то дружишь, с кем-то нет. Но это всё связи очень-очень кровные, очень близкие. И там не спрячешься. Кто ты есть, ты виден, потому что ты живёшь на земле среди людей. Субтитры создавал DimaTorzok